Здесь у нас все равно другой цвет, правда? Помоешь ее хорошенечко, вот так, обтиранием. Это нормальный процесс, не надо... Чисто плюйство, живопись не очень любит. И даже вообще не любит. А дальше пошла уже чище. Дотерла, дотерла здесь, где у нас совсем другое. Дотерла и пошла чистенько, нежненько. Да? И никаких проблем. Лишнее вещество сдашь туда, но нам здесь пригодится. А здесь немножко переборщило. Ну, с опытом потом такие вещи уже не переборщиваются, когда ты точно знаешь, какая примерно мера вещества. Ну, просто вот почему я предлагаю мастихиновую эту укладку. Уже так понятно сколько. Уже так кистью можно и переложить, как ты вот сейчас переложил, и не доложить. А тут он сразу дает нам внятное определение меры. И действительно, вот эта мера достаточно, чтобы холст был упакован краской. Особенно в классическом смысле слова. И еще и мерцательно красочка засела. Когда ты это все упакуешь, ты будешь брать белильца, коричневильца. Как ни странно, коричневильца. Посмотри, разбил коричневый, очень тепл. И солнечно. Посмотри, что делается. Давай так. Ну, надеюсь, будут потом солнечные дайки. Но сначала в полотно дороги. Значит, единственное, что в тени чуть-чуть подбросишь. Розовенький. Голубенький. То есть, такую сиреневиночку. Чуть-чуть тоже подбросишь. И расстрихуешь. Если что, вспоможешь пальчиком до мутного состояния. И там есть внятная отделенность одного массива от другого. То есть, не делать шахматную доску. Сделать эту внятную отделенность. Может быть, даже затереть это в небо. Кистью. А, это другая кисть. Возьмешь голубоватый, сиреневатый. Уложишь долечку. Эту. Уложишь идею. Там под самый угол холста. Не надо, чуть пониже. У него длиннее формат. Ему там сподручнее нам нет. Вот они. Вот они. Нашвыряешь. Сначала некую одну тональность. Потом прямо в нее вторгаешь дополнительную тональность. Тебе, как к краю я деликатно отнесся. То есть, вот этот чернявенький начал не с краю, а снизу. Очень важная штука. Потому что, как правило, новичок хватается сразу вырисовывать очертания. Посмотри, как красиво, когда очертания мутны и касание к небу тихо. Поступаем так же. То есть, ты видишь, я снизу как бы темноту подношу. Снизу. А край все еще бледен. Хороший ход. Грязноватый цвет воды. Причем сразу задать его вот такими штуками. штуками. Это организует и уже создаст ну практически, смотри, уже готова идея моря. Сама идея. Чуть опять береговая. Сделаешь ее полосатой, как вода отступающая. И стоит на это место подложить сиреневатеньких белилиц, как мы сразу получим ясность с береговой. Правда? То есть, уже у нас кое-что есть. Если мы к этому кое-что, струнный характер прибавим. Струнный и идея лодочного мазочечка. Если мы прибавим эти звучания, вот эти вот звучания лодочные. Вот они, вот они. И даже там где-то чуть-чуть чвякнем. Посмотри. Хотя мы еще ничего толком не сделали. Мы просто нашвыриваем краску. нашвыриваем умно. Не выкрашивательно, не вырисовывательно, а саму идею моря. Идею. Посмотри, что делается. Мы еще ничего не прорисовывали. Мы передаем только идею. На это уже можно смотреть. Посмотри, что же такое делается. перемолоть, 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 сделать самой. Посмотри, какой сиреневый, синеватый цвет. Надо как-то туда подсунуть. Возьмем другую мелкую кисть, туда подсунешь синеватый. Скалки чуть-чуть тоже обозначишь. Вот такими, вот такими действиями. А потом по скалочкам чуть-чуть резьбами мастихина создашь идею освещенных частей. И посмотри, как оно умненько укладывается. Освещенных. Будучи процарапанными, они, как ни странно, выгребают теплый цвет. Теплый. Так они обычно всегда поступают. Теплый. И у нас уже есть освещенные части. Вот они. Скажем, что делается. Еще мы краску не клали, а уже почти готов рисунок этих мелочей. А представляешь, с тоненькой кисточкой это все. можно и забодраться. А так не забодраешься. Вот эти вот пространства между которые внятно горизонтальны. Без них все скучно. Все скучно, скучно. Вот лежачки. Нет, ну у тебя только здесь не было. Здесь кто у тебя есть. Там же темнятина. Чего она такая у тебя недотемная. Ты туда берешь голубой коричневый и всю мощь темного заложила. Подштриховала по вертикали и прогоняешь в лежачку. Подштриховала и прогоняешь. Посмотри, вот я дал сильную тональность. Смотри, как картина сразу преобразилась. Вот эти чрезмерно округлые вещи надо что-то с собой сделать, чтобы не было так чрезмерно округло. Цвет хороший, тональность хорошая, но чересчур округлый. Туман. кстати, и вот это место тоже нуждается в этом цветике. То есть грязца дальника облака с грязцой. Ты видишь, как оно срослось? я даже ничего не подкладывал, я просто перемешал. И все одно в другое вошло. Все культурненько, все умненько. Ну, а здесь теперь облачонники, в том числе вот этот наш коричневый разбил. Вот они там. А, посмотрите, пару движений. Ой, у меня тряпка была грязная. Тих, полюсю. Дальник упаковался. Естественно, тоненькой кисточкой ты поковыряешься в этих местах освещенных. Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. то есть сначала ты нарезала, а потом доснабдила. Не переписала каждый, не засунула краску в каждое место, которое ты укладывала, нарезала, а только в самые акцентные. И этого будет вполне достаточно. и главное уже не будет придирки, что ты только царапала. У тебя появляются и не царапанные, а уложенные, и все становится по-честному. а царапочки сами по себе тоже хороши. Ну, дополним царапочки и чуть-чуть свеклотика. Вот это невкусно. Вот такими кусками не надо делать. Это нужно делать все-таки либо расштриховывая, а потом нарезая. Ну, чего вдруг вот эти вот странные. слишком различимо, как мы их неуклюже сделали. И эту неуклюжесть мы не показываем. Все у нас должно быть уклюже. То есть потянул чвяк. Потянул чвяк. Протянул чвяк. Протянул чвяк. Третий чек вот сюда нагоним вот с этим вот с этим цветиком с березовым наряднее. Смотри, как она сразу запрозрачнилась. А то два одинаковых танковых цвета было. Расштриховываем, раздавливаем в этом направлении. темнилка. а здесь у нас обязательная темнилка. Если ее не приметить, то естественно волна будет странная. она там обычно живет. Глубина воды сделала ее темной эту часть. А здесь тоненькая кромка воды попала на свет и стала прозрачной. Поняла юмор, да? Давай так. Они почти однотональные, но звучат. Потому что они разные по цвету. Небо холодное, облачечечки теплые. И здесь тоже чуть-чуть. море. Даль море. Беру всякую грязь. В данном случае подойдет. То есть из тех красок, которые у нас там валяются, практически они идеально подходят. и чвяк, и чирк, и формируется идея дальнего. Множество, множество, не дальнего. Множество. пен. Чуть-чуть полосочки белых пен. несколько на удачу. есть если не произошло удача, еще мотаем краску. есть там такое, да? а в него заходит седина вот этих мест. Она и розовеет чуть-чуть. Рыхла и горизонтально. Читая горизонтальная. а это нарочито вертикальная. По ее макушечкам сидит белизна. По этим макушечкам сидит белизна, которая периодически сваливается. темнота, темнота, которая естественно у тебя размылась, потому что ты на ней сразу ее не приметила и продолжаешь не примечать. И не только ты. подъем вот эту темную полосу, предваряющую подъем, ее надо научиться различать. Она видна всегда, когда мы рисуем. Я вижу, только не знаю, как ты сделаешь. Нет. Если бы ты видела, ты положила бы темно. Попытки не было. часто вот так делая, мы получаем красивую сопельку. Красиво. Смотри, какие симпатичные. проявления. Ты видишь, еще один инструмент зашел в картину. То есть, при том, что там темная, но на ней светлые пеночки. и прямо коврик. Коврик завернутый. Вот это идея. Вот это. Вот это идея. Если что, вот это идея. ты понимаешь? Да. То есть, я сюда нагнетаю белизну. Чтобы эта белизна вытащила мне передний план. Ну, и такой чувак, который дает ощущение пеночки. Очень косматый кусок. Очень порядочный кусок. Он должен стать непорядочным. Еще поискать этот жест. Хорошо? Поискать, чтобы это было не расчесанным. Давай. Акцент ставил сюда и проговорил его, а ты понесла по бокам. Здесь нас интересует. Здесь. Вот здесь. Вот он. Вот здесь нас интересует. Это белизна активная. А там пассивная. темнее, смуглее и вообще ее там поменьше. Вот ты понимаешь, вдоль пошла, вдоль. А там же не вдоль, а там же вот так наступательный вот этот характер воды. А ты вдоль своей волны. Ты понимаешь? Да. Вот такой наступательный характер. И очень трудно вначале смириться с этими вещами. Все хочется вот по-детски. А ведь даже простое рассуждение об этом. Почему оно там сзади вдруг вдоль. Все так делают. делают. Ты видишь, как можно ломать и снаружи, и изнутри. И сбивать напряжение. Напряжение. море, конечно, если его прочувствовать, то можно над ним без всякого страдания души, нападениями этими, нагловатостями этими, так с ним интересно работать, если его прочувствовать. Но половина людей его вообще не хотят прочувствовать, половина чувствуют, даже с самого начала. Я бы не сказал, что ты проявила нечувствие. Ой, господи. Ой, какой это. А как легло, да? Ну, как лили.